Тысячи людей, если не десятки тысяч, каждый день задаются одним и тем же вопросом, когда я буду писать? Сегодня мы поговорим о функциях, поговорим на реальных примерах ребят, которые начали писать, и просто посмотрим, а трудно ли действительно начать писать на языках программирования. Сегодня рассмотрим питон, но язык вообще не имеет значения. Поговорим о функциях. Да, ребят, с вами Валерий Болсуновский, школа программирования spb-tut.ru. Ну, да ладно, поехали. Так, в школе есть ребята, и в группе я поддерживаю бесплатно тех, кто активно работает. Вот Александр задал вопрос. Спасибо, буду делать предыдущие задания. Есть ли какие-то задания по тренировке по функциям Python? Можете посоветовать. Хочется попрактиковаться в направлении веб-программирования, чтобы потом писать сайты. В остальном смотрю уроки, слежу за группой. Вы знаете, можно было поступить двумя способами. Способ номер один. Сказать Александру, вот потренируйся. Ну, по примеру. Ну, например, набрать, как делает большинство, типа полное руководство там по функциям Python, и начать смотреть. Проделав примеры данные, я ни в коем случае не хочу там что-то плохое сказать об авторе. Он огромный молодец. Я просто нашел первый попавшийся сайт. Значит, я мог бы примерно дать вот так. Да, Александр, вот проделайте примеры. Гарантия того, что он ничего из этого не применит. И так делают большинство. И так, ранее в видео я говорил, я дам в описании вот эту вот ссылочку. Кому интересно, посмотрите, потому что здесь мы говорили о человеке, который через месяц начал писать. Но не все так радужно, что писать начал классно, а код еще был очень сырой. Поэтому я эту ссылочку дам. Там получите еще часть ответов. Прежде чем ответить на основной вопрос, ответим мы сразу сейчас основной вопрос. Почему не получается изучать язык программирования? Под этим я понимаю, что человек не может писать код, как выразился Денис. Сейчас мы посмотрим из головы. То есть, чтобы код лился из человека, да? Вот ранее сообщение. Денис, допустим, активно, то есть на глазах у всей школы начал писать. И те, кто хочет, могут повторить это и писать вместе с ним. Да, он пишет, система действительно рабочая. Просто мы разбирались с параметрами функций. Подробнее будете в школе в этом разбираться. Давайте посмотрим еще через неделю его сообщения. Далее он пишет. До пятого видео дошел. В основном, ну, бла-бла-бла. Давайте посмотрим, что главное. Появилась система работы с кодом. Сейчас мы на это обратим внимание, потому что это будет для нас иметь ключевое значение. Вот ощущение. Ощущение такое, что смотрел сериал в тысячи серий, но вот никак не мог найти первую серию. Пытался войти в язык на протяжении года. В школе получилось войти на протяжении месяца. И писать уже, да, Денис? Правильно. Ну, то, что я и хотел сказать. Многие приводят примеры из математики. Вот я и убегал из угла в угол. В общем-то, начал делать правильно. А между вот этими двумя сообщениями что произошло? Ну, во-первых, Денис начал писать функции. Второе. Когда мы разобрали параметры, Смотрите, сначала появились функции Python. Смотрите, смотрите, сейчас все скажу, что надо вам знать. Смотрите, вдруг потом появились функции Go. Вдруг потом появились функции C. Итак, что же произошло с Денисом от первого сообщения до третьего? То он ничего не писал, то берет абсолютно любой язык и пишет на нем функции. Что произошло? Это называется, начал писать. Ребят, сейчас мы поработаем с функциями. Я не собираюсь там именно затягивать, чтобы вы вот что, что, что. Давайте в первую очередь определим две причины, почему не получается писать. Ответим на этот вопрос. Причины всего две. Нет правильной системы работы с кодом. Сейчас рассмотрим пример. Второй неверный подход. Сначала, прежде чем перейти с функцией, мы разберем эти два момента на примере Дениса. Что произошло с Денисом? Читаем, да, слова. Что касаемо занятий? Появилась система работы с кодом. Сейчас остановимся на одном моменте. Готовые проекты, понятно, еще не пишу, но в этом нет проблем. На самом деле, проекты еще проще писать. Разобраться сложнее. Но вот сам материал прилипает, начал прилипать к голове. Это факт. Сейчас многие послушают, да, ребята, и скажут, да, понятно. А потом, что будут делать? Смотрите. Когда я говорил про систему работы с кодом, я говорил, употребил слово правильное. Есть два момента. Есть то, что нам код день ото дня становится кода больше понятного, либо меньше. Возьмем тот пример, который я показывал. Вот функции, да. То есть вы поняли, что парня ни в коем случае нельзя. Вот он плохо сделал или хорошо. Он сделал то, что вот на данном этапе ему кажется правильным. Смотрите. Мы здесь видим функции. Мы их можем проделать. Пока проделаем, даже что-то нам будет понятно. Но применить практически мы их не сможем. Почему? Потому что мы не ответили на главные вопросы. Какие? А когда будем применять? А что мы считывать будем функции? А зачем мы? А из чего мы составим эту функцию? Понимаете? Потому что вот этот парень показал, что в принципе структурно можно в языке. Это конечный результат. Я привел ребятам пример. Вы решили выращивать помидоры. При этом приходите вы к Денису и срываете готовый красный большой помидор. Скажите, пожалуйста, вы сорвали помидор уже, да, результат. Вы можете вырасти сейчас сами помидор? Нет. Потому что надо поставить другие вопросы. А что за земля? А какой сорт? А что ты делал? А какой парник? А что-то там, ну, садоводы меня поймут. Ну, и каждому это, по крайней мере, понятно. Абсолютно другие вопросы. А что, есть разница в функциях? Здесь вы видите конечный результат. Ну, где применять? Почему применять? Каким образом применять? Вы же эти вопросы не задали. И на данный момент это было бы вашей системой работы с кодом. То есть, вы ищете конечный результат, останавливаетесь на том, что работает и здорово, вариант, который вы нашли, но при этом знания у вас не прибавилось ни на йоту. Завтра вы делаете это снова, снова, а потом задаем себе вопрос. А мы ведь писать еще не умеем. Так ваша система работы с кодом в данном случае направлена на то, чтобы срывать вот эти помидоры зрелые, да, ну, не ставить вопрос, как их вырастить. А вот это и есть неверный подход. Он неверный у многих. Сначала проверьте себя. Я привожу этот пример постоянно и сейчас приведу. Большинство, большая часть обучения построилась следующим образом. Люди проходят типы данных, при этом они четко не понимают, что это такое и зачем вообще с этим делают. При этом, когда они прошли часть материала, они уже забыли то, что проходили ранее. Потом они доходят до функций, проходят функции кое-как, им вроде что-то понятно. Потом они проходят классы. У них уже разделилось в голове функция одно, классы другое, третье. Так вот, когда мы с Денисом работали и ребятами школы, я говорю, ребята, сначала надо вообще-то объединить. И показывал как, что функция, класс, метод – это одно и то же. Это одного поля ягоды. И тогда начали происходить чудеса. Да, вы сейчас многих ответов не услышите, но в принципе я дам. Остальное все в школе. Просто не объяснишь, не хватит времени. Так вот, по сути дела, многое обучение строится по принципу справочника. Одно дело, когда на официальном сайте так размещены знания. Это правильно, это легче искать. Другое дело, когда мы проходим в виде справочника, пытаясь изучить какой-то язык программирования. Скажите, пожалуйста, когда мы проходим, например, типы данных, и вот дальше пошли, что у вас связывается в голове? Ничего. Все, что связалось, это называется каша. Что делать, не знаю. И ситуация у большинства людей такая. Что произошло с Денисом? Почему он начал писать? Потому что, когда мы начали работать, я говорю, Денис, первым делом разберись с параметрами. А как разобраться? И подбросил ему что? Правильно. Подбросил реальный проект. Я возьму, мне нравится продукт Тога, я его беру. Можно брать абсолютно любой продукт. И когда он, я даю задание, вот тебе исходный код, опиши, что видишь. Александр, второй есть парень. И Денис описывали. Как правило, я ставил вопрос, как ты обрабатываешь файл. Кто-то идет сверху, кто-то так. Но все сделали неправильно. Вот сейчас, после этого, Денис бы прочитал правильно. Он бы считал первым делом параметры, которые были совершенно понятны. Выделил бы аргументы и так далее. Что потом дальше начало происходить с Денисом? Когда он разобрался с параметрами, разобрался на высочайшем уровне, он перешел к другому языку. Что оказалось? Оказалось, что в Котлин тоже есть параметры. Перешел к третьему языку, и там есть параметры. Божечки ты мой. И что у него произошло? Упала завеса. Ему перестала быть разница, не стала быть разница, в каком языке писать. Само устройство функции, оно одинаковое для всех языков. Он теперь понял. Хорошо. Чтобы мне понять, как работает функция в языке, мне надо всего лишь разобраться с параметрами. Поэтому он открывает справочник, и что у него появилось? Правильно. Начала появляться, вырисовываться его личная система работы с кодом. Например, разобраться с параметрами в функциях, это и есть элемент системы работы с кодом. Это ему дало возможность открыть второй, третий, четвертый язык и понять, что везде есть параметры. И надо 15 минут, чтобы разобраться. И уже он мог начинать писать на новом языке по справке. Все другие понятия ему уже были известны. Секунду, ребята, отвлекусь. Обратите внимание, чтобы знали, что... Потому что зачастую спрашивают, есть несколько возможностей учиться в школе. Первое. Просто покупайте пожизненный доступ к урокам, и можно заниматься в группе. Я с теми, кто работает активно, занимаюсь бесплатно. Можно учиться индивидуально. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Если в российских рублях 48 тысяч рублей в месяц. Можно учиться групповые занятия. Ну, в общем, почитайте, все разберетесь. То есть, кому как удобно. Теперь, ребята, смотрите, вот сейчас я чисто, как это сказать, шаблонно покажу два варианта изучения языка. Смотрите, есть два варианта. Вы сейчас поймете. Большинство людей открывают книги, смотрят видео, но учатся в виде справочника. Типы данных, и пошли, и поехали. Ребята, вот смотрите, типы данных, и далее по справочнику. Скажите, пожалуйста, я вам сейчас задам простой вопрос. А что вы связали в голове? Вот изучаете вы типы данных. Какую задачу вы решаете? Вы, конечно, можете сказать, что мы изучаем язык. Конечно, я мог бы задать вопрос, и как, и слышать ответ. Но никак, абсолютно верно. Потому что вы изучаете язык, но в жизни вы поступаете по-другому. В жизни вы привыкли жить функциями каждый день. А теперь, ну-ка, давайте-ка вспоминаем. Вы хотите попить чая. Что вы делаете? Сахар там, чай там, масло там, бутерброд там, закипятить чайник там. Все действия сделали, собрали, вот чай с бутербродом. Вы собрали действия. То есть у вас была цель. Вы положили именно чай, а не кофе. Потому что была задумка. Вы знали, зачем это сделаете, допустим, чтобы утолить голод. И вы знали, из чего вы собирали. Вы знали, почему вы добавляли сахар, а не соль. Потому что сахар, он сладкий, а соль соленая. И чай с солью вам просто невкусно. А что в языке по-другому? А теперь представьте, вы собираетесь попить чай. Ну, давайте попьем чай вот таким образом. Записывайте, ребят, садитесь. Крупа грешневая. Ядро, крупа, размер крупинок 3, ну, сколько там, 4 миллиметра, 5 миллиметра, 4 миллиметра. Отлично записали. Пакеты салфановые. На пакете написано. Пакеты, да, как тип данных. Хранение пакета тип данных по килограмму, 1000 грамм. Произведено. Фабрика там московская или там минская, такая-такая-то. Дальше пишите. Дальше пишите. Пылесос. Пылесос. У пылесоса есть фильтр. Так, записали. Дальше. Дальше идем. Кастрюля. Тип данных кастрюля. Для хранения холодной воды. А горячую можно хранить? Можно. Наверное, можно. Пишите. Горячей воды. А кипятить можно? Можно. Пишите. Можно кипятить? Так. Ну, на чем это не важно. Можно это потом разберемся кипятить. А что, вы чаем? Мы же чай собрались пить? Подождите. Мы же вообще разговариваем о языке, о жизни. Так я у вас спрашиваю. Почему вы в жизни поступаете осознанно, а пришли к язык, и все, у вас логика ушла? Правильно. Потому что вам никто не сказал, что вы уже от природы программист. Может, давайте попробуем немножко по-другому глазами Дениса взглянуть? Может, давайте попробуем открыть и сказать, ребята, это все класс. То давайте пользоваться этим как справочником. И даже если бы это была книга. Давайте попробуем начать отсюда. Функция – это действие. И нам с вами надо сделать два действия. Действие номер один. А вы мне хотите задать вопрос, что, а какой язык нужно знать для функции, а не какой. Функция имеет название в каждом языке, то есть ключевое слово какое-то, название, либо без названия, скобки для параметров, в тело функции. Это во всех языках так. О, чудо! Что разные? Параметры. Так может, мы поглядем, что если взять с действия и разобрать параметры, а потом посмотреть методы и классы. Во, копнули. Но разобрать, что оказывается все эти параметры будут работать одинаково в Python, да? В методах, в классах. И Денис-то проверил. Ну, всем привет. Общая картина понятна. Нужна практика. Что касаемо исключения методов внутри классов, действительно одно и то же. Добавляется только наш мозг. Сейф. Во, елки! Соединилась в голове. Методы, функции классы. Оказывается, все одно стало, а не разное. И что появилось в коде? Появился правильный принцип системы работы с кодом. Какой? Покажу на Python, так будет немножко проще. Появились исключения. Именно благодаря которым он начал правильно работать. Почему? Потому что, если касаемо функции, есть следующий алгоритм. Параметры функции, вызов функции, исключения. Вот в таком это тоже система работы с кодом. Таким образом начал работать. Ну что ж, подошли, хватит. Пока просто пришлось ввести, чтобы ребята в пределах одного видео ответили себе на вопрос. Итак, отлично. А что же теперь делать с функциями дальше? Теперь давайте посмотрим на вопрос Александра. И давайте попробуем собрать в голове, что нам нужно для веб. Ну давайте попробуем, начнем с Жанка. Зайдем в документацию и перейдем к функциям. Вид функции, да? И начнем проматывать. Смотрите, что мы видим в первую очередь. Мы видим, что джанго-разработчики, это одна из лучших документаций, которую я видел. Они рекомендуют две конструкции всего. То есть, вы догадались, все верно. Теперь мы можем зайти в справочник и найти, что я называю конструкциями, но правильнее было бы назвать. Только я немножко перепутал, нам надо справочник языка. Это называется в языке Python составные операторы. Итак, по сути дела, их два сейчас. If и true. Ребят, а знаете, что я вам скажу? Что этих двух вещей можно написать все, что угодно. Давайте-ка мы возвращаться к нашему и что-то собирать в голове. Я именно о том хочу сказать, о чем говорю. Сначала мы определяем задачу. Вы вспомнили, как я вам про гречку говорил? А вы собирались чай попить. Давайте попробуем так, как пишет Денис, когда все идет с головы. И вы это умеете делать. Вы чай пьете, ходите в магазин, вы делаете тысячи операций в день, как программист. Здесь все то же самое. Открываем. И начинаем себе планировать. Итак, я хочу работать с функциями. Давайте Dev ключевое слово. Fun. Дальше. Ну. Первое, что я должен был знать. Теперь Денис, вот смотрите. Денис и Александр. В данный момент, на данном этапе, с параметрами уже проблем нет. То есть, то, что произошло с Денисом, он параметры уже считывает на лету. Если мы ранее не разобрали параметры, не свели в единое, что функции, методы и классы, в них параметры работают абсолютно одинаково, да, то, в принципе, в дальнейшей работе нету смысла. Когда у нас понятно параметрами, это то, чем мы будем рассуждать. Далее нам надо чем-то заполнить. Давайте Денис и Александр, вам домашнее задание. Разберитесь, что это за конструкция. На самом деле, она прекрасно подходит для веб. Не зря ее рекомендуют разработчики Django. Пытаться сделать бла-бла-бла, код. Если что-то пошло не так, перехватываем исключения. Ну, страницу удалили вдруг. А ведь этот процесс веб идет быстро, добавили, удалили, человек пришел, что дело с этой страницей? Логично здесь перехватить исключения и вывести разумную фразу, да, либо там 404, что вы решите? Сам факт, что в данном случае, если что-то пошло не так, что-то вывести, то, что читаемо. Это подходит для веб? Да, это подходит, ребята, для любого. То есть, сначала мы заполняем, что? Конструкцией. Нам сегодня не надо изучать все конструкции. Разберитесь в двух, но досконально. Это будет ядром. Потом будете расширять. Конструкция if. И вот тут, Денис. И дальше, если надо, не обязательно else. Иначе. И вот тут, Денис, я от вас жду после разбора с Python конструкции if с других языков. Там она будет в других языках обозначать абсолютно то же самое. И вы опять поймете, что можете писать на любом языке. Теперь, ребята, есть у нас конструкция. То есть, мы задались вопросом. Мы хотим работать в веб. Нам, по сути дела, достаточно двух конструкций. try, except, if, else. То есть, пытаться делать try, except, иначе потом выводить, перехватывать, вводить исключения. И ветвление. Хорошо. Вы можете сейчас на данном этапе ответить на вопрос, удовлетворяет ли это вашим запросам. Ну, например, мы тут сразу зацепим Kiwi. Мы идем в Kiwi, например. И здесь мы тоже можем спокойно найти примеры документации. И открыть первое приложение. Например. Вот здесь сразу четко читается стиль, который мы можем применять. Понятно, что здесь мы работаем с классами. Да? Но, опять же, нам все равно нужно функции было разобрать. Иначе, потому что то, что мы изучим в функциях, мы будем применять в методах. Вот вам if, if, if. Мы можем пойти, например, в тогах. Давайте попробуем. И опять нам четко нужен стиль легко разобрать. Смотрите, мы изучили для джанга. Тут мы видим try.except. И, в принципе, и будет if.else. То есть, и здесь мы можем, в принципе, ограничиться этой конструкцией. Денис и Александр, это понятно. Вот это надо первым делом отшлифовать. Давайте посмотрим дальше. Дальше все будет то, что вы связывали с параметрами. Но мы пока туда не полезем. Давайте более упростим. Вот здесь есть, вот здесь уже включаются типы данных. Это отдельная тема, потому что изучение типов данных с нуля, я вообще противник этого. Чтобы понять реально типы данных, надо понимать функциях и классах. Тогда они изучатся капитально. Сейчас я опускаю. То есть, следующий момент, на котором, прежде чем подойти к функциям, отвечаю, Александр, на ваш вопрос. Когда мы определили конструкции, и мы только учимся, да, дальше надо уже понять, во что мы будем сохранять. Да, когда вы идете в магазин, у вас все сохраняется в голове. Взять, купить, либо на списке. Написали на бумажке, купить хлеб, колбасу, масло, конфеты. Конфеты не забыть. Подчеркнуть. В голове. Но язык программирования, он не сохраняет в голове. Он сохраняет при помощи определенных вещей. Например, две квадратные скобки для языка программирования Python обозначают список. И так далее. И последний момент, который мы себе на данном этапе, чтобы вас не запутать, Александр и Денис, добавляем, а что мы с этим будем делать? То есть, как мы будем работать? Давайте назовем это по-другому. Ну, то есть, как? То есть, типы операций. Вам на первом этапе достаточно два типа. Первый тип это методы. Второй тип это какие-то универсальные знания. Итерации. Если мы откроем, то везде мы видим, что методы. Методы, да? Через точную нотацию. Это. Здесь я забегу вперед. Ведь с атрибутами, да? Вообще, вот, с функциями. Когда, в общем, работаем мы через точку. В функциях, классах. Здесь вообще беда. Даже опытные разработчики не знают всего. По сути дела. Это отдельная тема. И очень большая. Но на самом деле, в реальности у нас получается совсем простая схема. Итак, этап номер один. То, что мы рассматривали сейчас, только более коротко. Параметры. Разобрались. Следующее. Добавили конструкцию. Я неправильно это называю. Это я для себя называю конструкция. Но правильно их назвать составные операторы. То есть, добавляем составные операторы. При добавлении мы задаем вопросы. Что мы будем делать и почему. В данном случае для веба это очень хорошо применять. Так как сначала мы что-то делаем. Если что-то пошло не так, то перехватываем исключения. Веб это та структура, которая постоянно меняется. Я сказал, удалили страницу. Добавили. То есть, где идут постоянные изменения. И нам, чтобы не попасть в просак, надо постоянно перехватывать исключения. Мы будем контролировать весь процесс. Но кроме этого, ребята, этот составной оператор, он сам по себе очень полезен везде. Его можно применять везде. Но веб, он просто прописан. Далее мы добавили типы данных. То есть, где мы будем сохранять наши данные. А дальше уже. А как мы с этим будем работать? Метод и операции. Ну, например, iter-tools. То есть, вот в данном этапе, Саш, вот если бы я входил в веб. Сначала я бы разобрался вот с этой позиции на то и потренировался. Ага. А я хочу, допустим, писать дисктопные приложения. Вы увидите, там будут рулить другие вещи. Там будут рулить функции обратного вызова. Это немножко другое. Вы это потом изучите. Сейчас вам надо выработать, Саша и Денис, систему работы с кодом. Чтобы вы могли со справочником работать. И со справочником. И когда вы работаете с учебником, чтобы вы не работали подряд. А чтобы вы собирали под свою задачу. Здесь ведь самое главное. Не изучить весь язык. А выбрать себе ядро, которое является остальным. Все остальное, когда надо будет, подтянется, ребят. И нужный тип данных, и нужный метод. Но вы четко должны понимать сам процесс. И зачем вы это делаете. То есть, задаете простые совершенно вопросы. Получается, тогда вы открываете учебник. Но используете его как справочник. Вас конкретно интересует функция. Дальше пошли try-exab. И не зря я сказал, Александр, такую вещь. Веб. Это прописка вам надо для этого. Вот смотрите. Записывайте. Александр и Денис. Разобраться, что такое итератор, итерация. Это есть все в школе. Итерируемый объект. Иными словами, это посчитать. То есть, где бы вы ни были, веб вы будете постоянно считать. Допустим, у вас есть 100 записей. Как узнать, что их 100? Их надо пересчитать. То есть, всегда вы будете работать с итерациями. То есть, пересчитывать объекты. У вас есть 15 записей. Надо вывести последнюю. Ну, там есть два варианта, на самом деле. Можно там воспользоваться срезами. Но посчитать. Вот здесь бы я на вашем деле разобрался с простой утилитой. Не простой, а очень простой по смыслу. Ну, могущей делать сложные вещи. Итертульс. Есть в Python такая библиотечка. На все случаи жизни итерации. И составляем шпаргалку. После этого вопрос убирается. Это на тот момент, что мы будем делать. То есть, итерации мы будем решили считать по итертульс. И работа с методами. То есть, здесь идет точная аннотация. Больше ее я сейчас не цепляю. Итак, видео и так длинное получилось. И добавляем еще один момент, который я вам описал. Который я вам описал. Да, добавлю. Смотрите, вы должны были уловить следующее. Вот то, что я говорил про парня. Да, мы видим конечный результат. А вам надо принять осознанное решение. Сначала эта схема будет вот такая, как я описал. Очень простая. Но на самом деле здесь работы на... Я бы на вашем месте где-то с месяц потратил на это. Увидите, как потом будет все сцепляться к этому. Вот это называется опять система работы с кодом. То, что не дает изучить язык программирования. То, что мы говорили. Первое. Нет системы работы с кодом. В большинстве своем пришли в Google, взяли конечный результат, но применить мы это не можем. С другой стороны, мы двигаемся, возможно, нам кажется, намного медленнее. Начинаем собирать язык для конкретной задачи из конкретных конструкций и из каких-то конкретных шагов. Но мы выбрали из справочника пять вещей. И начинаем на них заострить внимание. Секрет в том, что у нас появляется ядро. Когда нам понадобятся какие-то другие действия, они будут логически пониматься к этому. То есть и язык в данном случае начинает идти не с книги, а из вас. А вы уже ищете то, что вам надо. То есть все становится правильно. Сначала лошадь, потом телега. А не наоборот. Ну и закончу над тем. Над тем еще стоит очень хорошо поработать. Ко всему этому, поверх этого, добавляем функции высшего порядка. Первоклассные функции. Например, JavaScript построен всего лишь на одной этой технологии. А у Python ведь она тоже есть. Просто одна из. Но в веб всегда это будет применяться. Просто-напросто здесь я сейчас эту тему не развиваю. Но вы себе запишите. Потому что кроме того, вот то, что я рассказывал, это с этого начать. А потом начинаем заполнять. И если мы начали с функции высшего порядка, то принцип здесь ложится с какой. Можно использовать функции как аргументы и возвращать функции. То, что есть в любом вопрограммировании, вообще в любых проектах. То, что и дает возможность. То есть отсюда потом вы начинаете расти. Сначала разберитесь с понятиями функции высшего порядка, первоклассные функции и так далее. Я не писал это видео, ребята, чтобы... Это не урок. Это больше как лекция. И писал я, в принципе, для Александра и Дениса, чтобы не получилось так, что мы разобрали параметры. И Денис действительно, допустим, начал писать уже функции на разных языках. Чтобы не получилось так, разобрали параметры. Ага, это весь язык. Нет. Я показал шаг дальше. Что есть и следующий шаг, который делает богаче нашу систему. Но что непременно происходит? Как писал Денис, язык, наконец-то, начинает литься из головы. Ребят, ну, заканчиваю на этом. Кому понравилось, ставьте лайки. spb-tut.ru Приходите в школу, занимайтесь в группе, все получится. Спасибо за субтитры Алексею Риму